Здравствуйте, дорогие товарищи! Рад видеть молодые интеллектуальные лица, но, смотрю, такой народ серьезный подходит, который, я думаю, что уже многое знает, и во многом разбирался, и во многом разобрался, но, наверное, еще остались какие-то вопросы. И это правильно. Он пришел в то место, где люди тоже давно занимаются этими вопросами, являлись специалистами еще в советском обществе и защитили и диссертации, и научные работы, и в буржуазном обществе. Поэтому дважды утвержденные специалисты кое-что понимают в общественных проблемах, в том числе и в той, которую сегодня мы рассмотрим по плану, по-нашему. Это утопический социализм. Вообще говоря, так называлось у Энгельса, и Ленин использовал все учения марксизма об обществе. Марксизм – это и есть социализм, научный социализм. Но все-таки, значит, вот эта тема, вот эта проблема, она в основном раскрывает политическую борьбу, и в этом смысле политическую теорию марксизма. И, скажем, если вы откроете работу Энгельса Антиюринг, то в ней рассматриваются все три составные части марксизма – философия, политическая экономия и социализм. Но социализм, он рассматривает практическое движение социализма, теорию социализма и, значит, некоторые более конкретные вопросы там государства, семья и так далее. Я в нашем Красном университете долгое время именно читал вот эту тему под углом зрения именно политической части, как политическую теорию марксизма. Это правильно. А вот этот второй смысл или план, задний план или такой более общий контекст для политической борьбы как-то мы до сих пор не затрагиваем. Вот пора настала, может быть, пора это и сделать. Значит, научный социализм. Здесь полезно рассмотреть такие три вопроса. Первый – это историческое движение социализма и его отражение в общественном сознании. Значит, социализм – это давнее, довольно широкое и глубокое общественное движение, известное там с 15 века. И оно отражалось в сознании. И в антидюринге Энгельс и говорит, что что такое социализм, научный социализм. Это отражение конфликта рабочего класса и буржуазии, значит, который есть в обществе. И это очень правильно и очень точно, как мы и увидим в дальнейшем. Второй вопрос тут бы надо разобрать. Это, значит, социализм вообще, движение вообще, и утопические социализмы, другие утопизмы, и научный социализм. Почему всё-таки возник научный социализм, и чем он отличается, и в чём его особенности по сравнению с другими типами социализма или социалистического сознания. И как-то вот до этого, до этой лекции я особо не задумывался. То есть это как бы ясно было и так, но без таких углублений. А теперь как-то остро осознал, что вот утопический-то социализм – это не прошлое, не только прошлое. Отнюдь. Сейчас утопический социализм, он может сказать, что одно из главных оппозиционных движений в России. Сейчас ведь куда ни посмотри, всё социалисты. Там даже такие товарищи, как вот вы, наверное, знаете в интернете, там Хазин, Пранько, этот самый Николай Николаевич. Шумит сейчас, как Николай Николаевич Платошкин. Слышали Платошкина? Да, да. Ну вот. Это же всё социалисты. В грудь тебя бьют, что они за социализм. Хазин охранитель. Хазин, да. Вот ещё одно вспоминаю, даже партию создал. Мухин? С СССР. Не Мухин, да? Не, не. Много книжек у него лежит внизу в доме книги. Стариков. Стариков, да, Стариков. Тоже социалист. Не разве, а точно. То есть, в кого ни плю, как говорится, попадёшь в социалиста. Причём и нового, и специфически российского даже здесь ничего нет. Скажем, если… Я-то давно знаю, что масса европейских таких философов, идеологов известных, они все, почти все левые. Причём крутые есть. Скажем, такой вот недавно умер французский социолог Бадью. Известный, у нас перейдены несколько книг. Он не просто левый, а он маоист. Обаму тоже левым называли. Обаму? Да, да, да. Это сегодня мне посплетничали люди, сам не слышал. Трамп говорит, что он социалист. Я уже не говорю, что у левых там этот дедушка. Он-то просто себя кандидат в президенты от демократов, но себя левым считающий. Сандерс, по-моему. Да, да. Значит, он тоже социалист. То есть, куда ни плюнь, попадёшь в социалиста. Поэтому и надо разобраться, что всё-таки в чём тут дело, почему так. Ну и третий, конечно, вопрос. Здесь, я думаю, может быть, даже самый животрепещущий. Что значит социализм и научный социализм сегодня? Каков он из себя? Значит, что у него можно почерпнуть? Чем он отличается от других? Ну и так далее. Это, конечно, такая самая сложная, отчасти она такая новая тема. Тут мы её поднимались, пытались поднять несколько раз. И она, конечно, требует, вот я чем больше углубляюсь, значит, такого большого специального исследования. И вроде мы постоянно изучаем этот вопрос в разных аспектах, но всё ещё мало. Я думаю, что вот, может быть, молодые-то силы подходят, вот, может быть, они эти вопросы сделают более ясными. А надо сказать, что молодые силы подходят, интересные. Вот, скажем, смотри, я на молодого человека-то только что у нас закончил Красный университет. Товарищ, ему 17 лет, он закончил школу и наш университет. Вот нынче поступил на исторический факультет. Вот он такой, значит, упёртый человек. Понял, что вот тут надо копать лобоко. Вот пошёл в университет большой на пять лет изучать историю. Вот я думаю, что он разучит историю, научится, потом и нас, глядишь, просветит. Значит, вот такие вопросы. Причём, что касается первого исторического движения, то в сознании вот этот конфликт в государстве, он известен ещё с рабалдических времён. И даже решение, значит, тогда в Древней Греции оно дано было примерно, ну, вот в этом раннесоциалистическом духе. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вопрос о несправедливости рабовладельческого общества, государства, значит, заметили ещё древние греки. Сократ в том числе, Платон в том числе. И более-менее попытались дать ответы на вопрос, в чём причина таких, значит, нехороших явлений. Почему их не удовлетворяет то государство, в котором они жили, но другого-то тогда не было, да? Они знали только рабалдительское государство, других не было. Поэтому им не в чем сравнить. Сравнить между собой можно было только те рабовладельческие государства. И Аристотель проделал труд. Исследовал 128 государств. Правда, тогда что значит тогда государство? Государство – это Афины. Что значит Афины тогда? Афины – это в разные времена 30-40 тысяч граждан, государства, которые всё это держат, которые вооружены. Всё это держат в своих руках, значит, все участвуют в городской власти. И 300-400 тысяч рабов из них есть. Бедные, у которых там один-два, ну, три, ну, пять рабов. Ну, нищий человек. И есть у кого там в Латифунии сотни тысяч рабов. А Македонский отправился на восток, значит, ещё там добывать рабов. Ну, да, был там смерть в 35 лет. Да, 33-35 лет где-то так ему было. Причём, я так понимаю, что, скорее всего, это всё-таки такая была неестественная смерть. И развал Македонской империи. То есть, тот генералитет по-нашему, да, который с ним шёл, который получил там вотчины – одному Египет, другому Сирии, третьему, ещё чего-то. Они быстренько разбежались. Почему по этим вотчинам бросили эту Македонскую империю? Почему? Потому что у них-то сознание государства – это вот. А тут, когда им достался такой кусок, они одурили эту власть. Как, впрочем, почти всегда маршалы предают своих вождей. Скажем, Бонапарт тот же, да, завивали чуть-чуть с ним тут что-то такое. Неурядицы – его все покинули. Как Хрущёв, как Иосиф Истрёнович, умер, и тут же эти товарищи, значит, наплевали и в его могилу. Хрущёв, сами товарищи кинули, сделали пенсионером. Горбачёв понял, что у него никого нету, поэтому он и болтался. И тогда я объяснял, и мы объясняли, что он изображал из себя центриста. Что значит изображать из себя центриста? Есть левые, есть правые, а он в центре, он ни к тем не примыкает, ни к этим. Поэтому тогда же я в одной из публичных лекций говорю, он провалится между борющимися силами. Потому что ему не на кого опереться. Но на него-то наплевать, но он провалит и партию, и государство. И так оно и получилось, что он сам провалился, партию провалил и государство развалило. Но я бы не хотел здесь отстаивать мысль, что это именно Горбачёв развалил государство. На него это сваливают, что вот, Горбачёв развалил государство. Или там Ельцин развалил. Они ничего развалить не могли. Они бездельники и пьяницы, и тунецы. Они, если бы даже хотели сами развалить, у них бы не получилось. А развалили другие, более серьёзные силы, которые только использовали Ельцин и Горбачёв в своих интересах. Да, так что борьба ведётся издавна за улучшение государства. И Платон первый указал на причину. В чём причина борьбы и смуты? Причина очень простая. Причина состоит в том, что частная собственность ведёт к враждению. Поэтому в его идеальном государстве частная собственность отсутствует. А что пишут Маркс и Энгельс в манифесте Коммунистической партии? Вот это я вам предлагаю запомнить. Всякое великое учение можно выразить очень кратко. А они выразили гениально одной фразой. И так и говорят в манифесте. Наше учение можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. Всё. Всё. Запишите и разойдитесь. А уж думайте, как её уничтожить. Ну, правда, в нашей-то стране её и уничтожили. Правда, видимо, не до конца. И это большой сложный вопрос. Я думаю, в какой-то степени он тут будет затрагиваться в процессе учёбы. А сейчас уж на нём не буду останавливаться. Но всерьёз социалистическое сознание, социалистическое сознание в собственном смысле, как создание гармоничного общества, как человечного общества, общества, в котором люди могут существовать дружно, без вражды, без войн. Такое общество, значит, придумал, выдумал, как хотите назовите, один из министров английских, то есть, очень высокопоставленный человек, Томас Морр. В 15 веке. То есть, не крестьяне, не рабочие выдумали это, а люди серьёзные. Причём, надо сказать, что попытку такого идеального общества в Англии после него делал лорд-хранитель печати – это третье лицо в империи. Известный философ Фрэнсис Бекон, у него тоже есть сочинение об идеальном обществе. Оно не социалистическое, но, тем не менее, вот само это движение к неустроенности нынешнего общества, к необходимости совершенствования общества, оно нужно. Причём, это ведь эпоха Шекспира и казни короля Карла I в 1649 году. Это уже 17 век. В это же время живёт в Италии компонелло монах, причём серьёзный такой научный деятель, который пишет работу «Город солнца», и это уже такой социалистический трактат. Как устроить человечное общество? Как построить общины, где бы люди жили братьями в творческом содружестве? Причём чувствуется, что и Томас Мор и компонелло, они знают Платона. И даже более поздние, скажем, Форьер, Роберт Оуэн знают, что Платон конструировал такое общество, такую общину государственную. Значит, она у него состоит из 5400 семей. Вот как! Не 5041 семей, а 5040 семей. И, конечно, это он руководствовался теми масштабами, масштабами тех государств, которые тогда существовали. Но и в XVIII веке Форьер живёт. Он тоже конструировал такие небольшие общины. Значит, вот эта идея развивается. Почему она развивается? Потому что развивается всё сильнее конфликт между рабочим классом и буржуазией. А социалисты видят, что новые силы, новые производительные силы и новые люди, которые появляются, они ещё более, значит, жуткие эксплуататоры, а правящие аристократии им помогают, чем были прежде. Поэтому и сознание социализма углубляется. И к XVIII веку оно стало уже довольно сильным, серьёзным и распространённым. Вплоть до того, что, скажем, монахи во Франции в середине XVIII века, Марили и Мавли, тоже пишут социалистические трактаты и выступают уже как фактически открытые социалисты. Бобёв, уже революционер во Французской революции, отстаивает коммунистический принцип, коммунистическое общество. Но, как показали Маркс и Энгельс, эти товарищи с очень развитым сознанием, с очень добрым сердцем, с пониманием язв общества, они не понимали простой вещи, что они творят субъективные образы, субъективные пожелания, мечтания, как говорит Владимир Ильич Ленин в 25 лет. Вот Ленин, характеризуя Энгельса, пишет, что это были мечтатели, а Маркс и Энгельс, они увидели закон развития общества, необходимость этой борьбы, неизбежность, в конце концов, победы пролетариата, установление диктатуры пролетариата и снятие самой этой диктатуры пролетариата. Закон развития общества – объективная тенденция развития общества. Поэтому, раз она есть, эта объективная сила, значит, есть и люди, которые за ней стоят, которые ее выражают. И этих людей он и нашел, с одной стороны, значит, в идеологах, которые в общественном сознании выражали вот этот комплекс идей и знаний. С другой стороны, в конкретной материальной силе, которую в наибольшей степени не устраивает это общество. Эта материальная сила – рабочий класс. Поэтому Маркс и Энгельс в манифесте честно и написали, что рабочий класс является той силой, которая в наибольшей степени эксплуатируется, и которая не может, значит, в сколь угодно бесконечное время терпеть вот этот произвол, вот эти издевательства, вот эту эксплуатацию. Она вынуждена будет бороться. Или чуть раньше Маркс и Энгельс пишут – дело не в том, что думает или чего хочет рабочий класс. Дело в том, что он вынужден будет делать в силу своего экономического положения. А какое экономическое положение? Экономическое положение – издевательство над человеком, которого вот у меня такое ощущение, что сейчас уже мы не понимаем. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, скажем, вот Роберт Уин, один из последних утопических социалистов, боролся за рабочий класс тогда уже. Кстати, участвовал в создании первого в мире английского профсоюза и пробил закон в парламенте о сокращении рабочего дня до 12 часов и два перерыва. Примерно там час сорок. То есть, ну, где-то десятичасовой рабочий день. Это вот он добился в начале XIX века. А теперь спокойно правительство вбрасывает шар, что вот неплохо, наверное, сделать бы, чтобы четыре дня рабочих, а три бы отдыхать. Ну, правда, придется десять часов поработать. И сейчас вот тут вчера или сегодня в интернете как бы предупреждают, что вот придется работать четыре недели. Четыре дня в неделю. Значит, как будто так и надо. Я так понимаю, из-под тяжка вот эту мысль проводят, чтобы работали десять часов, хотя, мол, четыре дня. Но вы знаете, наверное, люди взрослые-то, что уже сейчас работают не пять дней, как положено по закону, а шесть, а кое-где и семь. Не восемь часов, как положено, в пятидневной неделе, а по двенадцать часов. Хотели сделать это законом четыре или пять лет назад? Товарищ Прохоров эту идею давал. Молодые, наверное, не помнят и не знают. Олигарх Прохоров выдвинул идею перед союзом промышленников и предпринимателей сначала о введении двенадцатого рабочего дня. Мы отвыкли от этого. Для нас двенадцатичасовой день непредставим. Кто-нибудь работал на материальном производстве у станков восемь часов-то? Раз, два, три, четыре. Во! И не работал. Там шесть часов, если находишься, изматываешься довольно сильно. Восемь часов – очень сильно. Двенадцатичасов я не понимаю даже, как тогда работали. Поэтому и длительной жизни была тогда даже в Англии у рабочих ниже шестидесяти лет. Поэтому они закон о пенсии профсоюза тогда попросили, чтобы выходили на пенсию в шестьдесят лет. Это вот тогда Роберт Оуэль добивался, и добились они. Так это в шестьдесят лет, во-первых, надо дожить, мало кто доживал. Во-вторых, если доживали, то это уже совершенно высушенные люди, сушеные. И сейчас-то выходят не очень – два-три года пожили на пенсии – будь здоров. А многие не доживают. Кстати, сегодня где-то женщина делилась сердечно, что «Ой, на кладбище-то одни молодые лежат». И точно, да. Скажем, был я в прошлом летом на кладбище, не этим прошлым, а в прошлом году. И, конечно, там народ лежит сейчас 25, 30, 40, а 50 – так сплошь. Поэтому сейчас нам это представить очень трудно войти. Но правительство спокойно это предлагает и представляет. Поэтому и социализм, он снова стал как бы востребован, он снова на слуху. И я вам говорил, называл, начиная там от Старикова, Хазина, Пранько на канале «Царьград». Да много сейчас таких вот известных публичных людей, которые бьют себя в грудь, что они социалисты, что они за социализм. Но что это за социализм – надо посмотреть. Ну, пока вот в качестве одного из таких ярких и показательных можно назвать Касатонова, он такой довольно известный. Знаем Касатонова Валентина? Не, не слышали? В интернете. Вот этот «Царьград», он на «Царьграде» часто выступает. Теперь в «Завтра» газете и в их телеканале часто выступает. Вот. И очень дельно критикует финансовую систему, значит, правительство, особенно финансовый блок. Ну, замечательно. Но открываем его книги и читаем, что вот, оказывается, нам нужен христианский социализм. Вот социализм, конечно, но христианский. Вот Бог-то тут как раз очень даже нужен. Ну и, конечно, так довелось бы встретить-то, спросил бы я. Мол, так что такое Бог-то? И где он находится-то? И чем его подавить? Бог-то – это что такое? Некий дух. Некий дух. Да, вот молодец, грамотный человек чувствуется. Почему? Потому что в церкви так и скажут – Бог есть дух. Да. И даже как бы и не поспоришь. Да, дух, конечно. Конечно, дух. Вот. Но уточнить бы. Что это за дух? Затрудняюсь. А что такое вообще дух? Некий разум. Некий. 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 Но это ваш или мой или чей? Да. И где он обитает-то? На небеси. Ижеиси на небеси. Да? Это Бог. Правильно. Тоже важная, интересная тема и проблема. Но, к сожалению, сейчас нет времени на нее. Скажу только, что Бог – это старое представление о всеобщей связи между людьми. Донаучное представление о всеобщей связи между людьми. То есть, скажем, люди духовно развитые, вроде Моисея, они понимали, что люди связаны между собой. И в этих связях было много враждебного, значит, вредного для общества, убийственного. Поэтому такого рода связи и отношения запрещали. Например, не укради. Почему? Потому что украдешь – тебя убьют. Теперь не убей. Почему? Потому что убьешь – тебя убьют. Не пожелай жены ближнего своего. Почему? Потому что пожелаешь, и что-нибудь там случится – убьют. И сейчас убьют. Но это осознанно было как общественный закон, видите, еще во времена Моисея. Вот это был Бог. А, скажем, сейчас, конечно, можно говорить о Боге и о том, что сделала религия в познании отношений между людьми. Но это большая отдельная тема, может быть, будет когда-нибудь время о ней поговорить. Так что вот даже такие развитые, умные, талантливые люди, как Катасонов, вот почему-то они… Значит, социализм вот у них с христианством связаны. Вот без христианства они почему-то не могут обойтись. Почему, я думаю? По простой причине, что имеют тепленькое место, имеют связи с буржуазией, имеют подкормочку. И сказать, что они какие-нибудь революционные там социалисты, а тем научные социалисты или там марксистско-ленинские социалисты – они просто боятся. А денежки идут. Поэтому, ну, приходится как-то являть тут. Мы социалисты, конечно, но мы с Богом. Или мы, конечно, социалисты, но мы не хотим вот революции, там какой-то борьбы. Надо как-то потихоньку, полегоньку, так смирненько, спокойненько. Глядишь, всё и обойдётся. Не обойдётся. Не обойдётся. Почему? Потому что товарищи буржуи, которые сейчас есть, олигархи, у которых миллиарды… Кстати, сейчас-то он наглядный чувственный опыт на Украине. Посмотрите, получите, распишитесь. Вот как ведут себя товарищи олигархи, когда речь заходит о бабках и о доходах и о собственности. Они что угодно разовьют, каких угодно врагов притащат сюда, какое хочешь оружие, но будут бороться за свою собственность до упора. Поэтому, если вы там что-то хотите уговорить этих товарищей, которые не терпят даже Ленина, значит, всё время там крушат ленинские памятники, да и не только ленинские памятники, а вообще всесоветские, то делайте выводы. Так что социализм – это не только прошлое, а это настоящее, самое что ни на есть. И утопический социализм или примитивный социализм – это не прошлое, а это самое что ни на есть настоящее. Поэтому, значит, в манифесте Коммунистической партии есть раздел критико-утопического социализма и коммунизма. И читайте, пожалуйста, это. И читайте не как, значит, это характеристику прошлого, не как о прошлом, а как о настоящем. Это мелкобуржуазный социализм. Это почти все они – мелкобуржуазные социалисты. Что значит мелкобуржуазные? Это значит, конечно, мы за общественную собственность, но чтобы каждый еще был собственником, имел бы кусочек свой и имел бы вот хорошую работку, чтобы его никто не колыхал, не дергал, а он бы только бабки получал. Это мне… Это вот я вчера-то приехал в Питер, иду по перрону. Такси надо? Такси, такси, такси. И я вспомнил, была на исходе Советского Союза где-то году в 90-м, в 91-м, забастовка таксистов. Это была даже не забастовка, а это был такой съезд машин, такси к Смольному. И вот они загородили всю эту площадь диктатуры пролетариата при Смольном. Требовали, чтобы у них было свободное и свободное образование, чтобы они цену назначали. А иначе какая свобода? То есть, что они хотели? Они хотели, чтобы везде были советские лохи, работали за зарплату государственную. А они бы частным образом эксплуатировали еще государственные машины. Поэтому вот они сейчас и стоят, значит, на перроне теперь. Или они старенькие, или такие, как они. Такси, 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 такси. Конечно, все идут прямо почему-то по такой дорогой грязне. Рядовому человеку уже на такси не проехать. Скажем, раньше, в советские времена, выходишь с поезда, и тут остановка была такси официальная. Большая такая площадка, человек на сто. И караван, машины. Одни подходят, другие ходят. И там, конечно, рубль почти в любой конец Питера доберешься. А сейчас никуда далеко не уедешь. Значит, это не о прошлом. Это о нашей сегодняшней жизни. Поэтому так имейте в виду, что всякие левые, всякие социалисты, даже марксисты, которые на себя наряжают вот эту форму, значит, не всегда соответствуют своей действительной сущности. И более того, почти никогда не соответствуют. Марксист – лишь тот, кто доводит классовую борьбу до диктатуры Питрята, говорит Ленин в работе «Государство и революция» в пятом томе, в пятом издании, в пятом собрании сочинений на 34-й странице. 33-й том, 34-я страница пятого издания. То есть, если так ставится вопрос, можно говорить о социализме всерьез, о научном социализме, о коммунизме. Если так не ставится вопрос – бесполезный разговор. И чаще всего, если о социализме говорят, то это обман. Причем Скором Платошкин, мне кажется, он такой искренне обманывается сам. Он действительно хочет что-то изменить. И действительно, он человек советской еще школы сделал, неплохую карьеру, грамотный человек, заведующий кафедрой. Но где-то или что-то не научил, или все-таки каким-то образом с буржуа связанный. При всей моей личной к нему симпатии. Мне нравится, как он говорит, выступает. Но от этого не уйдешь и не вернешься. Потому что вопрос стоит – или так, или так. Тертвум нон датур. Как говорили латиняне или по-русски – третьего не дано. Поэтому и встает вопрос – что же такое научный социализм? Чем он отличается от прочих социализм? Ну и в какой-то мере, значит, я еще при характеристике движения сказал. Отличается он тем, что в отличие от других утопических социализмов, или мыслительных социализмов, или размышлений на эту тему, как у Платона, а надо сказать, что у Платона очень глубокие размышления об обществе. Скажем, если взять вот Гегелевские философии права, то он фактически… Гегель следует некоторым категориям Платона, некоторых категорий следовал уже Платон. Понятие справедливости вообще-то сформулировал Сократ. А Сократ – учитель Платона. Они познакомились, когда Платону было 20 лет, и вот он везде сопровождал Сократа. Потом переживал казнь Сократа, потом написал «Апологию Сократа», книгу, где он оправдывал Сократа, который был осужден обществом, афинским государством, на смертную казнь. Ну, я думаю, это вы, может быть, слышали. Слышали? Не слышали этой истории? Мне казалось, вот в нашем советском обществе это все знали, что, значит, Сократ, он выступил с некоторыми предложениями по усовершенствованию общества, и ему пришили развращение юношества, причем некоторые это трактовали в таком физиологическом смысле. Вот тогда, как речь о том шла, что, значит, затрагивались религиозные основы общества, и его присудили к смертной казни. Принесли ему в камеру кубок с цикутой. Цикута – это яд нашего болеголова. У нас есть растет такой болеголов, вот если его сконцентрировать, получится яд сильный. Вот ему дали выпить, и он умер. Размышляя при этом с Платоном, что вот смерть-то, видите, чего ее бояться? Пока ее нету, ты ее не чувствуешь. Когда ты умер, ты ее уже не чувствуешь. Поэтому, ну, чего тут бояться? Бояться, собственно говоря, ничего. Да, и в этом смысле тоже дал образец мужества и Платону, и последующим поколениям. Да, это что-то я отвлекся на Сократовича. Чего я отвлекся? Научный социализм – это утопическое. Да, 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 утопическое. Значит, чем отличается, что вот это не фантазии уже, как у Платона и других, а это постановка дела на объективную, научную и реальную историческую почву. Что значит реальную историческую? Это значит, Маркс Энглесом объясняет, что прежде чем выдумывать идеи или за что-то бороться, человеку нужно поесть, обуться, одеться, иметь жилище. Короче, нужны материальные условия для жизни, нужно производство. А в производство люди вступают в определенные общественные, иногда говорят, производственные отношения. Вот эти отношения, они и определяют весь строй общества. И они увидели, что в этих отношениях, значит, в современном капиталистическом обществе главное отношение – это между рабочими и капиталистами. Значит, поэтому, если вы хотите его понять и узнать, вы должны исследовать эти отношения. Причем, как только вы начинаете это исследовать, вы видите, что, значит, это развитие идет примерно с XV века, и примерно с того же времени это развитие, этот конфликт между двумя силами, он отражается, значит, как движение социализма, как социализм, как утопический социализм. Но дело в том, что за этим сознанием, за этим общественным сознанием стоят реальные процессы, стоит реальное движение, стоит реальная сила, рабочий глаз, который заинтересован в этом движении, который заинтересован решить этот конфликт так, чтобы, значит, угнетение, чтобы работа на другого человека, чтобы эксплуатации одними других не было. И немножко проследив вот это движение, значит, Маркс сформулировал такой своеобразный закон истории, который он чуть позже, через четыре года после манифеста Коммунистической партии, в письме к одному своему товарищу сформулировал. Я думаю, что товарищи или его уже здесь проговаривали, или не раз его тут будут вспоминать, что вся писаная история до сих пор есть история борьбы классов. Что эта борьба классов, она неизбежно приходит к высшей, ну, это я добавляю от себя к высшей форме, к современному обществу, к буржуазному обществу, и неизбежно приходит к диктатуре рабочего класса. То есть, трудящийся класс, в конце концов, значит, свергнет класс эксплуататоров. И это такое очень верное наблюдение и глубокое наблюдение, и в какой-то мере его не сформулировал, но как бы заметил Гегель. У Гегеля есть, среди прочих, замечательное такое произведение – философия духа. Вот философия духа вам полезно почитать. Вы, наконец, поймёте, что такое дух. Но кратенько я вам скажу. Дух – это высшая форма сознания, которая оперирует понятиями. Вот в сознании много всего, да? А самое высшее, чего человек достигает – любой дух, если он есть. Значит, это понятие. И мы поэтому в школе, в университете в нашем здесь, вот главную свою задачу видим в том, чтобы выработать у вас… Ну, если не привычку, за год её вряд ли выработаешь, то во всяком случае стремление выработать привычку мыслить понятиями. То есть, не случайными образами, не информацией, информацией нынче чуши моря, океаны, а знаний нет. Вот информации моря, а знания, а тем более понимания, знают много. Есть профессора, но знают море, а понимания нет или вообще нуль. Да, это вот для меня такой был в этом смысле образец. Был такой профессор Кон, социолог в Ленинграде. Но такой информированный человек. Всё, казалось, знал. А понимание не то. И не случайно. Так и умер он холостым, бедняга. Даже женщины не познал, не говорил что-то другого. Да, вот понятие духа. Это что-то я отвлёкся опять от чего-то. Это понятие это. От чего это я отвлёкся? От производственных отношений. От производственных отношений. Как? История есть борьба классов. Да, история есть борьба классов. Она приводит к диктатуре пролетариата. И диктатуру пролетариата – это тоже надо сформулировать как понятие для себя. И иметь это понятие как бы всегда готово. Вот у вас есть это определение. И вы знаете, что такое диктатура пролетариата. Скажем, нас там… Не нас. Скорее, мы развлечали буржуазную идеологию на Западе. На Западе диктатура пролетариата – это моряк в окровавленной тельняшке, распахнутый китель. В одной руке сабля, в другой – маузер. Это вот диктатура пролетариата. А диктатура пролетариата – это просто власть одного класса. Власть – рабочий класс. И всякое государство есть диктатура. Сущность всякого государства. Есть диктатура одного класса. Любое государство, которое вы не возьмете – это диктатура какого-то класса. Раблельское государство – это диктатура же обалдельца. И она ни с кем не разделит свою власть. А если кто-то там что-то посягнет, то будет очень плохо. Посягнуть могут только какие-нибудь другие люди вооруженные, вот типа Рюриковича, да? Нахлынут сюда со своими братьями, как у нас переводят. Но переводят по-разному – Трувор и Синеус, братья. А можно это перевести по-другому – типа военной, с военной дружиной. И от тех, кто приглашал, никого не осталось. Почему? Потому что другие им не нужны властвовать. Они и сами властители. И таковых династий нормандских в Европе аж девять штук они посадили, в том числе в Англии. Вильгельм Завоеватель, Вильгельм Первый, Вильгельм Рыжий ещё, как его называют. Ну и так далее. Так что всякое государство нынче – это диктатура буржуазии. И никакого другого класса она рядом с собой не потерпит, если ей только его не навяжут. Буржуазия правит государством. Она может менять только свои группировки – или более богатые какие-нибудь олигархи, или какая-нибудь шантропа иногда наберётся и будет кричать, что она демократия. Но, Маркс продолжает, и сама диктатура пролетариата есть только переход к обществу без классов. Вот, считайте, значит, у нас эта диктатура пролетариата и такая открытая революция, революция в точном смысле слова, социальная революция, она продолжалась с 17-го до середины 30-х годов. На самом деле, вот сейчас я как раз занимаюсь этим вопросом, Сталин впервые говорит об основах социализма, построенных ещё в 30-м году, на 16-м съезде. Основы построены, дескать, у нас в 30-м. Вот осталось там немного нам коллективизации, тут кое-кого немножко в сторону отвести, и всё. Потом, в 30-м, построены основы социализма, вот не весь социализм, а основы социализма, то есть, всё построено – фундамент, стенки, крыша, осталось мелочи – окна, отопление, туалеты. Ну, а пока, товарищи, поживите без окон, а тут ещё и война началась, ещё и крышу пробили, и кое-какие стенки пробили. И, конечно, общество было во многом не устроено ещё, ещё нужно было строить и строить. И тут приходят товарищи и говорят – диктатура батареата закончилась, разойдитесь. И понятно, что это недостроенное государство, оно стало разваливаться. Так же, как и в деревне. Вот дом бросили, он 3-4, ну, 5 лет постоял, и он в основном сгнил. Уже в нём серьёзно жить нельзя. Можно, конечно, датчик сделать из него, но для серьёзной жизни он уже не готов. Почему? Потому что природа быстренько расправляется со своими органическими вещами. Так что вот эта вот тема и проблема научного социализма и его реализации, она тоже – это не проблема прошлого, это проблема сейчас. Вот, скажем, сама диктатура батареата есть только переход к обществу без классов. Стало быть, в середине 30-го закончился этот переход? Значит, переход к обществу без эксплуататорских классов, он закончился, а с эксплуатацией было покончено. Ни одного эксплуататорского класса к середине 30-х годов не осталось. Но отпечатки классов в отношениях, а особенно в сознании людей, как мы теперь понимаем, после опыта разрушения СССР, остались и очень значительные. Из кормья ещё воспитывался, часто сталкивался с людьми, эти кричали там по телевизору, по радио – у нас моральное единство, политическое единство, общество, всё, у нас развитый социализм. А народ, не народ, а часть людей антисоветская, антисоциалистическая, настроена враждебно по отношению к обществу. Причём часть из них съезжала на Запад, часть выталкивали, как Солженицына, на Запад, а большая часть оставалась. И, скажем, советское социалистическое реалистическое искусство очень хорошо показывало вот эти силы. Много было фильмов там о бандитах всяких, о хулиганах, об их связи с внешними разведками. Был, наконец, выдающийся писатель Всеволод Кочетов, написал в 1968 году книгу «Чего же ты хочешь?». И как раз показывало, что в нашем обществе масса вот таких сил с буржуазным сознанием и интересами. Так его затоптали тогда, и бедный Кочетов через три года умер. Вот, правда, сейчас в Москве иду и встретил нечаянно памятную доску на доме, где жил. А в Новгород ездил, проехал по улице, часто ездил, а раньше не было. Стоит памятник из красивого такого желтого какого-то камня, большой такой бюст Кочетова. Вот, что этот товарищ показывал в то время, как и кино наше, что происходит реально. И многие товарищи видели, но теоретически этого знать не могли. И вот здесь пора переходить к последнему третьему вопросу. Что такое, значит, современный социализм? И нужно сказать, что вот к современному социализму мы как бы, значит, не перешли каким-то плавным образом, а как бы в него свалились. Что, скажем, даже такие грамотные вроде бы люди, как мы в советское время, значит, многих вещей не понимали. Даже такой простой вещей, как советы. Сказали, спросили бы меня тогда, что такое советы? Советы – это что такое? Форма диктатуры Патриата. О, грамотная речь! А что значит форма диктатуры Патриата? Что имеется в виду? Как власть организованная. Ну, как она организована? Через советы. А что значит советы-то, я и говорю. Ну, есть разные формы совета. Ну, как? Ну, можно через рабочие коллективы, можно, как сейчас, выборы. Нет, вот как сейчас выборы нельзя. Сейчас выборы идут в парламент от территории. А советы – это были выборы от предприятий когда-то. То есть, советы нет формы диктатуры Патриата. Базируется она на предприятиях, на рабочем классе, который сконцентрирован на предприятиях. Поэтому тогда выборы и проходили. Значит, трудовые коллективы или из рабочих избирали, или из тех, кого они хорошо знают по совместной борьбе – рабочкомах, стачкомах, забасткомах и так далее. Поэтому во власти были люди, которые так или иначе или сами рабочие, или связаны с рабочим классом. В 1936 году Иосиф Серёнович и руководство сделали. До сих пор он какой-то нерешённый, скажем, у меня вопрос. То ли они ошибку сделали, то ли вынуждены были перед войной сконцентрировать власть в центре. Поэтому отказались, во-первых, от этих выборов. Во-вторых, скажем, если раньше Верховный Совет был высшей властью, законодательной властью, то теперь над ним был председатель Президиум Верховного Совета. Он был высшей властью, то есть один человек выбираемый. Выбираемый корпорацией, не рабочим классом, не советами, а корпорацией. Поэтому это всё сложные вопросы. И нам Алексей Алексеевич Сергеев, профессор из Москвы, мы тут проводили с Михаилом Васильевичем клуб «За и против» в Доме политпросвещения. И вот к нам из Москвы профессора некоторые приезжали на этот клуб, на передачу «За и против». Вот Алексей Алексеевич нам пояснил, что значит советы. Вроде мы грамотные люди, тоже так же девкатор-патриата, форма её советы. Всё вроде мы знали. Мы только не понимали, как это связано с производством. Не обращали внимания. Так это мы, люди, грамотные, да? А что же тогда масса думает, как она думает? Она давно от этого отвлеклась. Поэтому современный социализм – это тоже, оказывается, очень редкое движение. И скажем, если вы поспрашиваете вот эти… Нынче же там десяток Компартий-то, да? Сколько вы знаете Компартий? Ну, штук пять. Ну, вот штук пять вы знаете, а я знаю штук десять. Значит, до всяких движений социалистических, до всяких лидеров. А спроси… За советы, кстати говоря, выступаю. А спроси их, что значит советы, они не скажут. Никто-нибудь не скажет, а скажем, Зюганов, Геннадий Андреевич. Спроси его, он не знает. Товарищей их тут вот в Ленинграде спроси. Хотя мы им много раз уже объясняли, не знаю. Кстати, наверное, не совсем я был бы прав, если бы остановился только на этом. Два или три или четыре года назад они признали необходимость диктатуры Патриата в теоретическом смысле на пленуме ЦК КП РССР. То есть они понимают, что это важно. Подели, наконец, что это важно. Но до дела, конечно, не доходим, потому что это борьба конкретная. А борьба, когда сидишь в мягком, хорошем, тёплом кресле в Верховном Совете, хорошей столовой, официанткой кругом, секретаршей. Видимо, как-то не очень хочется думать о борьбе, о какой-то диктатуре Патриата и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что современный научный социализм – это продолжение научного социализма, сформулированного Марксом Энгельсом Лениным, и применение его к сегодняшней политической борьбе. Я думаю, что, да, скажем, КПРФ выступает за обновлённый социализм. Если у вас есть какой-то обновлённый, пишите, мы почитаем, может быть, согласимся, проголосуем, пойдём за вами учиться. Но, как показывает практика, как вот в церкви обновленцы каждый раз появляются в каждом столетии по какому-нибудь обновленческому движению, так и в партии теперь, да? Нам нужен обновлённый. Что значит обновлённый? В каком смысле обновлённый? В чём обновлённый? Законы сформулированы. Если у вас ещё есть какие-то законы, пожалуйста, предложите и нас научите. А суть дела всегда в применении науки, законов к жизни. Действуйте по жизни, по законам, и она вас увидит. И надо сказать, что, скажем, вот нашу борьбу, в общем, она вывела вот эта ситуация на некоторые такие, я думаю, серьёзные открытия. В том числе, скажем, Михаил Васильевич сделал вывод о том, что вот этот хрущёвский переворот и хрущёвская программа третья, так называемая, которая устранила понимание диктатуры патриата марсистско-ленинская, она начинает, или он начинает этот переворот, переход к капиталистическому обществу. Это начало контрреволюции, которая в 93-м, она только завершилась. И отсюда вывод, насколько мощное и крепкое было советское государство, если оно с антикоммунистической программой просвечивало 30 лет. За счёт чего? За счёт поддержки народа и, прежде всего, рабочего класса. То есть, в открытую сказать они не могли, а из-под тяжка делали. Но я думаю, что дело не только в этом. Я ещё думаю, что дело в том, что нужно учитывать… Что-то мы, наверное, время перехватили, да? Нужно учитывать различия идеологической борьбы и теоретической борьбы. Вот идеологических борцов у нас много развелось. И из вас, я чувствую, получится хороший идеологический борец. А вот теоретическая борьба, которая требует углубления в понятия, в идеи, в саму ткань материальной жизни – это дело более сложное, более трудное. И тут, конечно, единицы людей, которые в этом что-нибудь понимают и, тем более, могут в этом что-нибудь сделать. Поэтому я вот призываю наших молодых слушателей, во-первых, овладеть идеологической работой, идеологической борьбой. Во-вторых, постараться выйти на теоретическую борьбу. Что значит теоретическая борьба? Теоретическая борьба – это уже открытие новых законов, понятий, фактов, оснований и так далее и тому подобное. То есть нужно углубиться в понятийную именно ткань теории. И я думаю, что вот эта работа, она еще впереди, она еще только в самом начале. Поэтому пожелаю всем успехов в этой работе. Счастливо! Так, перерыв у нас, да? Обсудим вопросы. Так, у кого-то там были вопросы-то. У меня вопрос. Смотрите, первобытный общинный коммунизм длился порядка 90 тысяч лет. И как бы человек стал человеком во время вот этого мероприятия. И вот мы потом… Возникает рабовладельческий строй, потом феодальный, потом капиталистический, потом идет двойное отрицание. Ну, мы ждем этого двойного отрицания, и снова появится коммунизм. Соответственно, при первобытном общинном строе как таковой семьи не было. А при дальше… Почему это не было? Ну, было очень такая относительность. Ну, своеобразная. Соответственно… Своеобразная семья. Соответствующая тема. Можно сказать, что род – это семья. Но, опять же, как таковой семьи, ячейки общества, вот такой вот не было. Извини, подожди, запомни, я небольшой комментарий к этому месту дам. Дело в том, что вот в этом пункте род и семья ошибался даже Маркс молодой. Ну, не молодой, даже дозрелый хвост. И в «Капитале» там есть у Энгельса ссылка, что они смешивали роль рода и роль семьи. И род с семьей, и значение их до 70-х, даже 80-х годов. Это я, когда писал книгу об организации общества, я вдруг увидел, что они не понимают этого дела. Неправильно понимают. А потом увидел эту ссылку Энгельса. А дело в чем, что не семья сначала появляется, сначала появляется род. Ну, я про это и говорю. Не про это вы говорите. А семья возникает из соединения двух родов. Понятно? Сначала род, а потом семья возникает. Что такое семья? Семья и соединение двух родов – вашего и жены. Так ведь? Не, я так представляю. Род – это просто какая-то общественная популяция обезьянок, которые там со временем черепа сидела, ковыряла. Она популяция, но она вначале объединена матерью, которая эту популяцию, значит, каждый год почти пополняет. Поэтому они все одного вида, вида. А что такое вид? Ну, более общее понятие, чем род. Неправильно. Вид – это определенный род. Вид – это определенный род. Или мужской род, или женский род. Поэтому семья возникает из рода, а не род возникает из семьи. И исторический, и также и у нас сейчас, в обществе нашем. Семья возникает из родов, из соединения двух родов. Да. Вы меня запутали. Нет. Как раз я вас прояснил. Я вопрос хочу задать. Прояснил я вам, и всем прочим, что семья возникает из соединений двух родов. Все. Все очень ясно и просто. Понятие, что мужчины и женщины, они все равно существовали большими группами-то. Большие. Пусть называется это так. Как называется, но это были большие группы. Большие, да. Два индивидуума, которые что-то. Я вам про это говорю. Не два индивидуума, а два рода соединяются. Впоследствии этих двух индивидуумов. Соответственно, и при двойном отрицании. Может, надо было тоже от этой концепции отказаться мужчина и женщина и дети от них. Может, надо было более такие комбомераты делать. Раньше? Нет, сейчас. Сейчас, когда мы строим... Ну, это вы что-то... Это придумки. Почему? Фантазии на тему. Ну, потому что. Ну, ходили же голые по Невскому. Так это придурки ходили. Они ходили и будут ходить. Как бы от семьи отказываться хотели, потом снова к семье вернулись. Ну, так я говорю, придурки, которые отказывались от семьи или сейчас отказываются, они сейчас есть и долго еще будут. Это их личное дело. Ну, они хотят жить в семье. Ну, пусть не живут. Но нормальные люди до сих пор все-таки стремятся жить в семье. Даже у них, если нет семьи, они все равно в качестве идеала жизни представляют семейную жизнь. Потому что человек уже общественное существо по природе. Ну, общественное. Но если мы замыкаемся в какой-то очень маленькой общности, то, соответственно, возникает мелкобуржуазное состояние. Так не замыкайтесь, не замыкайтесь. Нам Хрущев раздал хрущевские квартиры. Мы все замкнулись в себе. Ну, это... Мы вообще столовые не стали создавать, чтобы там собираться и есть. Да, это хороший вопрос. Но это вопрос об общине. Тогда вот я его ставлю как вопрос об общине. То есть, скажем, Маркс с Энгельсом, они ставили вопрос о чем? Чтобы не только... Вот государство было общиной, как Парижская коммуна. Или как наши советы. Они же тоже коммуны. И, кстати, вот это тоже какой-то вопрос непроясненный. Что в Париже это Парижская коммуна, а у нас советы. На самом деле, значит, в Парижской коммуне она мыслилась как городская община. Так же, как и община рабовладельцев в Афинах. Но в ней был совет. Совет коммунный. Политический орган. Так же было и в Иваново. В Вознесинске и в нашей стране. В Иваново они сделали общину производства. А совет общин. А совет, он совет общин. Поэтому в какой-то мере было неправильно еще названо это советы рабочих. Конечно, рабочие были в этом совете, но они были от общин. И представляли они не рабочего Иванова, а представляли они производственную общину. Поэтому правильно было бы назвать это совет общин. В том числе с развитием семейных общин. Поэтому Маркс в гражданской войне во Франции пишет, что коммуны, а коммуны – это по-французски, английски – это община. Кстати, в Англии палата общин. Палата коммун. Кстати, не только Англия. Скажем, если вы заглянете вот в эти муниципальные структуры, там в Европе-то почти все и называются коммуны. А у нас вроде бы нам-то как раз самая стать называть коммунными наши вот такие районные образования или городские. А у нас почему-то это не использовалось зря. А, конечно, надо было строить по типу, как в Иваново построили вот этот первый коммунальный дом. Дом коммунно с общей, значит, для детей там комнатой, общей столовой, общей кухней. И получилась такая, ну, почти по фурье коммунно. У тебя все вот не доходят руки. Я-то был в Иваново, видел этот дом. И он до сих пор, значит, жив-здоров и является таким архитектурным памятником. Там какой-то знаменитый архитектор строил этот дом. И эту практику, конечно, нужно было бы расширять. Но она по всемирно-историческим обстоятельствам война и по нашим вот этим хрущевско-внутренним делам как-то эта идея захерела общин. А в своей книге об устройстве общества, об организации общества и государственном управлении я ей объясняю, что раньше была родовая община в первобытном общественном строе. Потом основой общества была так называемая крестьянская или сельская или территориальная община. Кстати, и назывались они в Греции комы. Комы – комы, считай. Комы – это по-латыни, а у них комы. А в 19 веке, ну, они и раньше были такие профессиональные объединения, но в 19 веке вот возникли профсоюзы, как такие производственные общины. То есть, где соединялись мужики, соединяли свою рабочую силу и требовали совместного выполнения каких-то их интересов. Ну, главное – зарплата, конечно. И назывались они тогда коалиции. И вот Маркс в работе «Нищета философии», да, он и говорит об этих коалициях, что вот на первых порах рабочие, значит, объединяются в коалиции. И интересно, что вот алиция вот эта – это корень алиция. Это вот я буквально на прошлой неделе что-то задумался на эту тему и заглянул в латинский словарь. Алиция – это тоже типа рода – расти, сращиваться, связываться с союзом. То есть, почти органическое такое единство – коалиция. И это было названо очень правильно тогда, в те времена. Хотя профсоюз по-английски, он тоже назван очень правильно. И вот эта двойственность, с одной стороны какая-то общинность, а с другой стороны вот именно вот этот трейд, они сохранились и в нашей революции в 1917 году как два течения. С одной стороны, значит, были профсоюзы, и Ленин развивал эту линию профсоюзов. Опирались всегда мы на профсоюзы с 1905 года. Они возникли, собственно, в 1905 году. А с другой стороны, возникли так называемые рабочкомы, рабочие комитеты на предприятиях, которые сразу брали всю власть на предприятии в свои руки. Но в некоторых местах, где сильные профсоюзы, они как-то волей-неволей примыкали к профсоюзам, ориентировались на профсоюзы, подчинялись профсоюзам. А где не было профсоюз, сами брали в свои руки в разы правления и руководили предприятием. Причем там собственники хотели перекрыть, что голодом, как вот Рябушинский, задаем костлявой рукой голода революции. А рабочий – нет, ничего подобного, мы не останавливаем производство. Как работали, так и работаем. Так же, как вот под выбором Гамдегород, как у Советска. Вот там производство тогда разваливалось, а они взяли этот бумажный комбинат в свои руки и начали выпускать продукцию. Так этот Сабадаш туда позлал, значит, группу военную и со стрельбой там их вышибали с этого завода. И не вышибали. И не вышибали, да. Так что вот эта производственная община, она и есть первичная коммуна. И вот в этой книжке последней с Михаилом Васильевичем мы объясняем как раз, что это и есть единичная коммуна. А особенная коммуна – это городская, которая опирается на эти единичные коммуны. А государство – это всеобщая коммуна, как вот Парижская коммуна была. – Но чего сейчас не хватает, чтобы вот эти основы на производстве… – Сейчас не хватает только воли. И вот, кстати, я в этой лекции хотел дойти до власти и до воли, но времени, как всегда, не хватает. Воля-то – это что такое? Нет, не знаю. А власть? – Ну, возможность руководить другими. – Возможность руководить другими. Власть – невозможность, а власть – это и есть навязывание. Как вы говорите? – Навязывание своей воли. – Навязывание своей воли, да, власть. Власть – это способность, значит, осуществить свою волю, навязать ее другим. Она может быть мягкой. И скажем, если вы возьмете учебники по менеджменту, там вам объясняют, что руководство бывает трех типов. Значит, авторитарное когда-то, давай сделать что-то. Вот. Демократическое, советуюсь. И, ой, как же у них это… – Лигеральное. – Лигеральное. – Такое. Ну, ладно, сделайте так, сделайте, а не делайте, так наплевать. Вот. Значит, по-разному можно. Так. – Татьяна Васильевна, вы не помоете пол? Что-то у нас как будто запылилось тут немножко. – Она. – Хорошо, Иван Васильевич, помоемся. А другой. – Так. – Таня, чего вы тут грязь развели? – Чтоб завтра я не видел тут ничего. По-другому навязывает свою волю, да? И воля и власть осуществляется тогда, когда она и осуществляется. Вот так вежливо, культурно, спокойно и просто. Мол, Танюша, вы не могли бы тут уборочку нам сделать? А то что-то запылилось тут у нас. И все. И Таня разобьется, а сделает. Вот. А иногда, особенно в советские времена, там начальники раскричаться – давай! Работяги послушали, сделали вид, что вроде да, они согласны. Потом ушли – ничего не делают. Наплевали они. – Александр Сергеевич, мне как профсоюзнику выдайте ведро воли. Мне надо в профсоюзе ведро воли. – Ведро вам мало. – Я не знаю, сколько надо. – Значит, власть – это навязывание, способность навязать свою волю другим. Или Тане, или коллективу, или комбинату, или еще как. Навязать можно по-разному. Теперь, еще более тут сложный и глубокий вопрос. Что такое сама воля? Кто там у нас грамотный-то был человек? О! Воля-то – это что такое? – У нас, наверное, способность изменять мир. – Способность изменять мир. Ну, это какая-то сильная такая воля, сравнимая с той, которую пытался описать Достоевский. Тварь я дрожащая или право имею? Ну, и право имею изменять мир, делать что-то большое. Да, это люди с великой волей. Гегель описывает вот в этой же книге «Философия духа», что юноша, вот он молодой, ему хочется изменить мир. У него воля распространяется на весь мир, и он тут готов его и хочет его переделать. Вопреки. Да. Но сталкиваясь с реальностью, с сопротивлением, он убеждается, что мир, во-первых, в основном уже построен, завершен, во-вторых, индивидуальных сил у него недостаточно. И даже он выражается, что при неспособности решить для себя вот эту дилемму, вот эту проблему, он становится, как он пишет по-латински, «impotence». Ну, я думаю, что не в буквальном смысле медицинском, как мы понимаем. А impotence, то есть, не может, безвольный. То есть, бросает это дело, и у него вообще никакой воли нет. И, кстати, таких вот мужиков нынче я наблюдаю очень много. Скажем, в 35 они еще не женаты, в 40 лет холостяки, ну, обормоты. Ну, что значит в 40 лет быть холостым мужиком? Как это надо жить? И что это надо делать? И что надо думать о себе? Гегель же в холостях был в это время? Гегель был, значит, официально не женат был в это время, но сын Карла у него был. Во-первых. Во-вторых, в 39 лет он познакомился со своей супругой и 41 на ней женился. Вот трепетно ее любил, и она его трепетно любила и очень трепетно похоронила. Да, кстати уж, если зашел вопрос об этой стороне дела. А его внук был участником Петроградского совета в 1917 году. Это вот я открыл лет 15 уже назад. Ну, там не распространяется на эту тему. Ну, я удивился, да, думаю. Надо же, как бывает иногда в жизни, что вот его внук дожил до совета. Причем сам-то Гегель, он высказывал, у него были несколько русских учеников. И он отзывался о России в таком духе, что это страна будущего, что вот она не познана. Она еще молодая, она еще покажет, так сказать, себе. Это вот, скажем, в сравнении с Чадаевым, упаднический такой у Чадаева. Ну, что Россия, вот она даст какой-то жестокий, суровый урок человечеству. Мол, как не надо руководить и делать, и быть. А Гегель, наоборот, видит, что у России, значит, большое будущее, что это большая, великая славянская нация. Хотя, я думаю, что вот тогда еще сведения о нации или, скажем, о том, что славяне занимали, значит, все вот эти земли вплоть до Магдебурга, и потом только они перешли вот сюда на восток и здесь успокоились более основательно. Хотя немцы не помнят, что они тоже из Скифов. Они туда пришли где-то в 15-16 столетии до нашей эры. Поэтому и бог, бог, он происходит от немецкого бог – козел. Почему? Потому что козел и козловидные, козломощные, я бы сказал, они были главной производительной силой и источником богатства в то время. Поэтому и многие названия, такие бытовые, хаоза, коза, еще там прочие, они происходят от козы. Поэтому не случайно и Пан. Совершенно верно, не случайно. Я-то хотел сказать про Пана, а вот он в Зевсу вспомнил. Но я могу и про Зевсу сказать, что Зевса его выкормила коза Малфея, спасла его от Кроноса. Древний еще один из первых богов древнегреческих, который пожирал своих детей. И это очень правильное, дикое какое-то представление. Что вот боги первые, да, природные, природная сила, она умершляет, мышь, нас род приводит к смерти. Поэтому, значит, вот Кронос, он такая, значит, родовая природная сила умершляющая. И коза спасает, вернее, мамочка с помощью козы Малфея увозит его на Крит. Кстати, там эта пещера до сих пор, ее туристов туда возят, где она скрывала и выкармливала молодого Зевса. Вот, ну и много таких символов. Это просто у нас несколько другая тема, это я так случайно вспомнил. Что такое воля? А, да, мы-то говорим о воле. Ведро воли. Ведро воли. Воля. У меня есть, например, лекарства от воли. Это запросто, лекарства от воли у меня тоже есть. У меня тоже есть лекарства от воли. Вот человек, например, сидит в туалет с утра, тоже волю надо проявить. А я могу дать лекарство, и он сходит в туалет. Ну, как обычно. А я дам лекарство, сходит. Да, но это тоже не наша тема. Значит, вот воля – интересное понятие. Оно похоже на понятие идея и на понятие цели. Воля – это такое понятие, которое движется к своей реализации. Воля – это реализующееся понятие. Вот не любое понятие, да, а то, которое реализуется. И скажем, раньше было много идей. Вот у Платона, у него там каждая вещь – это идея. А вещи – это слепки с идеей. Это практически, значит, сколько вещей, столько идей. И отсюда возникает много противоречий. И эти противоречия все Аристотель вскрыл и показал, что эта идея, она неадекватна, недостаточно истина. А истина – это единство, значит, реальности и понятия. Или понятие, которое реализуется. Поэтому таких идей, говорит Гегель, немного. Канта уже остановился на четырех идеях, его предшественник. И Гегель говорит о четырех идеях. Каких? Первое – идея жизни. И я думаю, что это очень понятно. Живое существо – это и есть единство материи и понятий. Как бы оно реализует идею. Какую? Самосохранение, саморазмножение, экспансии и самопроизвольность. Кормстол не может никакой экспансии и самодеятельности позволять себе. У него нету самости. А у живого существа она есть. Вот, кстати, эту концепцию самости и понятия самости в своей книге я тоже развиваю. Вторая идея какая? Идея познания. В познании понятно, что человек хочет познать, и он познает. Он реализует это свое желание. А с другой стороны, сама жизнь ему как бы навязывает, вынуждает его познавать. Третья идея какая? Идея практики. Практическая идея. То есть, человек должен свои идеи реализовать, показать их на практике с помощью идей преобразовать мир. И, кстати, коммунистическая идея – она и есть. Что такое коммунистическая идея? И это идея преобразования мира. Вот в этом самом направлении, о котором мы сегодня говорили. Но! Маркс Энгельсом и говорят, предупреждают в конце манифеста коммунистической партии, что коммунизм – это не идея, не представление конечной цели. В своей действительности это действительное движение. Движение, борьба за это лучшее общество. А не какой-то просто идеал, открытый каким-то изобретателем и утопическим социалистом. И четвертая идея – это абсолютная идея. Абсолютная идея – это единство теоретической и практической идеи. И, кстати, Ленин очень подробно вот эти идеи исследует у Гегеля. Значит, вы знаете, наверное, у него конспект науки логики Гегеля. И вот Ленин в этом пункте, он как бы сравнивает конспекты учения в малой логике гегелевской и в большой логике. Там в одной есть то, чего нет в другой. И вывод у него, значит, такой очень интересный, что вроде вот идеалист, а некоторые постановки переверни. И они нормальные, значит, учения материалистические. Почему? Потому что речь идет о действительных отношениях. Чтобы сделать что-то на практике, конечно, человек сначала думает, мыслит. И у Марса, значит, самый плохой архитектор отличается от пчелы тем, что у него сначала есть образ своей постройки в сознании. То есть сначала есть идея или понятие, потом человек действует. Поэтому по идее-то и вся деятельность, она единство теоретической и практической идеи. У кого они есть? К сожалению, больше всего нынче людей, в том числе, к сожалению, рабочих, большинство, они люди без идей, безидейные или идеи примитивные. Значит, сходить на рыбалочку, построить себе, значит, дачку где-нибудь в озеро, лодочку купить и ловить рыбку по субботам в сене. И не только рабочие, но вот и я, грешный, тоже мне хочется на рыбалочку иногда посидеть, отдохнуть от всего. Но идеи зовут, поэтому все бросаешь, и вот я издалека приезжаю на эти лекции. Так что вот, что такое идея. Это очень сложная, глубокая вещь. Значит, вот это учение об идеях фактически, оно получило такую понятийную форму и осмысление. Вот только в конце XVIII – начале XIX века у Канта и у Гегеля. Так же, как и учение о категориях вообще. Скажем, впервые 10 категорий первых сформулировал Аристотель. У него так и называется книжка – категории. Всего 10 категорий нашел Аристотель. А категории – это такие понятия, которые управляют всеми другими понятиями. Значит, потом там открывается. Есть хороший свод, правда, категорий у Фомы Аквинского. В сумме теология. Вот вроде о Боге идет речь. Но поскольку Бог – это представление о всеобщем, о всеобщей связи между людьми и в этом смысле о всеобщем в принципе. И только Гегель дал вот эту вот систему категории. И больше ее никто не дал. Поэтому никакой другой системы категорий нету. Никакой другой логической связи между ними нету. И если вы хотите мыслить в понятиях и мыслить логично, в том числе в ваших делах конкретных, скажем, в переговорах, кто мыслит логичнее, тот и побеждает в переговорах. И вообще Гегель говорит, прежде чем победить на деле, значит, нужно победить умов. И вот я имел удовольствие разговаривать с девятикратным чемпионом СССР по борьбе Родионова. И вот что-то заговорили мы тоже на эти темы в хорошей компании. И он мне безотносительно к моим речам, а как бы по его инициативе сам это высказывает мысль, что, Александр Сергеевич, прежде чем победить на ковре физически, сначала нужно победить духовно. Хотя, я думаю, он Гегелев не изучал. Простой мужик. Ну, относительно, конечно. Вот. И так в любом деле. Сначала победить духовно. Да, вот я специально на эту тему написал статью. Смысл русской алгоритмической сказки. Что, прежде чем победить Лису и Заяц, то помните сказку-то? Все помнят? Все? Помните? А какую? Лиса и Заяц. Где петух? Да. Где петух? В избушке? Да. Да, да. Ну, как там поет петух-то? Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Это другая сказка. Вот человек собрался побеждать в профсоюзной борьбе. Не знает такого выдающегося примера. Профсоюзную сказку. Примера борьбы. Да это не профсоюзная, она всеобщая сказка. Я-то вот в этой статье, я привожу пример с войной. И привожу там пример английского историка Карра, который говорит, во Второй мировой войне сражались два лагеря гигелистов. Русская и немецкая. Русская оказалась сильнее. Почему она оказалась сильнее, я продолжаю, даю комментарий. Потому что в Германии к этому времени Гегель был отчасти отодвинутым, отчасти заплеванным. А в СССР в 1929 году впервые в мире его перевели на иностранный язык собрание сочинений. Вот собрание сочинений Гегеля на иностранном языке впервые появилось на русском. И уже профессуры, генералитет нас обучали все-таки зачаткам науки логики. Они выполняли завет Гегеля, завет Ленина, который велел в статье о воинствующем материализме изучать науку логики. Сталин выполнил, он издал науку логики, велел изучать. И советские солдаты, как пишет этот Карр, и еще один любитель Гегеля наш, сейчас живет в Канаде, пишет, что русские солдаты, они шли в бой и сражались с материалистическим мировоззрением, научным мировоззрением. А немецкие солдаты, у них еще был боженька в голове. И не только в голове, но и ремнета. Гот, мент, тунс. Чтоб они не забыли. Да, вот грамотные люди переводят сходу. Бог с нами. Тогда как результат войны показал, что Бог с кем? С нами. Бог с нами. И некоторые даже приспекулировали, эти вот товарищи социалисты религиозные, что, значит, пришли к Сталину попы, предложили облететь на самолете, значит, с иконой там Казанской Божией Матери, поэтому немцы и не взяли русскую. Тогда, как и Осип Сиренович твердо знал, что побеждают те, у кого есть в достаточном количестве танки, самолеты, автоматы и патроны к ним. Тогда победа обеспечена. И говорит там, французский посол пришел, значит, на какие-то переговоры. Сталин его спрашивает, у вас сколько танков? Он говорит, у нас танков нет, а у них они оккупированы были. И это было движение сопровождение. Он говорит, тогда сидите и помалкивайте. Чего с вами говорить, если у вас нет танка? Так вот, лиса и заяц. Значит, я хочу, чтобы это не было шуткой. Я веду речь всерьез. Значит, сначала идет зайчик по лесной торпинке, его лиса выгнал из его дома и плачет. Навстречу ему бык. Бык и лиса. Нечего делать. Ее бык растопчет и все. Но бык тупой. Поэтому лиса его программирует. Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по заволочкам. Бык испугался и убежал. Потом, ну, у основателя или у того, кто записал эти сказки, Александр Николаевич. Александр Николаевич, как его фамилия-то? Грех забывать такие фамилии. Собиратель русских казок. Алисков? Как? Алисков? Нет. Бажов? Бажов. Спасибо. Ну, вот что-то высказать. Как? Афанасьев. Афанасьев, спасибо. Да. Я не услышал. Значит, у него там несколько иной порядок. Почему-то, что это все-таки с народу собраны, из деревень. С них много не возьмешь. А на самом деле последовательность. Бык, который растущий. Второй. Собака. Иногда в некоторых вариантах собаки. Собаки – это нереалистично тоже. Собака. Она с лисой равный соперник. И кто там победит – неясно, если они сцепятся. И смотри, какая собака. Но собака глупее лисы. Лиса опять как выпрыгнул, как выпрыгнул, полетят кошки по заволочкам. Лиса испугалась и убежала. А зайка опять пошел по тропинке. Идет. А навстречу петух с косой. Петух. Вечная жертва лисы. Она его тащит за синие горы и так далее. Жертва вечная. На роду написано – курочке быть съеденной лисой. Но! Петух с косой. Коса – это и есть ум, методология. Наука лойки, если хотите. Поэтому петушок говорит – пойдем, мы ее выгоним. Собака говорит – ну, что ты, дорогой? Выгнал – не выгнал. Собака гнала – не выгнал. Как же ты-то выгнал? Нет – выгнал. Воля у него есть. Нет – выгнал. Пошли. Ну, пошли. И петушок сразу запел. Вот я и спрашиваю – как он запел-то? Никто не помнит. Вот какого вы еще сознания хотите? Если вы не помните русскую сказку, которую… Это философская. Это я открываю для вас ее смысл. А она – сказка русская. Ее детям рассказывают, чтобы дети усвоили это дело, помнили, рассказывали своим детям. И те понимали, что нужно бороться, во-первых. Во-вторых, не с пустыми руками или не с пустой головой идти без сказок в борьбу, а со сказками, с русскими. Вместо философии и наук и логики сказку вот изучали и побеждали. Да. Так я прошу запомнить и больше не забывать и детям рассказывать. И детей приучать рассказывать. Не им читать по книжке на сон грядущий, а у них просить, чтобы они рассказали, чтобы они привыкали владеть содержанием своего сознания. Приучались вот этот предмет наблюдать в движении. Понимаете? Про сказку расскажите уже. Извели меня. Про сказку. Про сказку-то вы все расскажете. А дело-то не про сказку рассказать, а сказку сказывать. Вот сказать ее надо. Да. Да. И запел. Кукаряку несу-несу косу. Лисе голову снесу. По самые плечи. Убирайся, лиса, с печи. То есть, он не ждет, пока его там лиса будет программировать, а он сам ее программирует, начинает подавлять. Начинает ее своей волей подавлять. Лиса услышала такие страсти. Испугалась. Говорит, собираюсь. А петушок запел в третий раз. Кукаряку несу. Второй раз. Кукаряку несу косу. Лисе голову снесу. По самые плечи. Убирайся, лиса, с печи. Лиса испугалась выше прежнего. Говорит, одеваюсь. А петушок не унимается. Запел в третий раз. Кукаряку несу-несу косу. Лисе голову снесу. По самые плечи. Убирайся, лиса, с печи. Лиса испугалась и убежала. И убежала. До борьбы, до драки дело не дошло. Значит, обошлось победой. Вот как надо побеждать-то. Особенно в профсоюзных делах. То есть, если вы готовы, если вы все обдуманно сделали, приготовили, вы победите. Давление, давление постоянно. А давление вы пришли, и у вас все есть, и вы давите, да, и подавляете. Они же тупые эти. Они-то не только Гегеля не знают, но они и сказок тоже не знают. Да-да, профсоюзники, как я. Григорий Вячеславович так и делает. Какой Григорий Вячеславович? А, да-да. Значит, вот так вот, что до драки часто дело не доходит. Кстати, кстати, о птичках. Владимир Ильич приехал на финляндский вокзал, на паровозике. У него в руках, правда, не коса, а броневичок. Он говорит, он прям же этому, временное правительство. Напротив, кукаряку, несу-несу косу, лисе голову снесу по самые плечи. Оно же сфугалось и разбежалось. Оно было парализовано. Об этом хорошо написал в своих воспоминаниях министр. Что-то вот с памятью стало. Транспорта. Нет. На мэ. Мэ, мэ, мэ. Да, говорит, 25 октября с утра зашла в Атаго солдат. Мы уже все испугались, думали, что это за нами. А они набросали окорков, наплевали. Некоторые еще кое-что сделали и ушли. Мы перекрестились. Приходит пост. Обед в обед. Заходит в Атаго солдат. Матросов еще более большая. Мы опять испугались. Ну, думаем, и все. То есть, они уже были дезорганизованы. Он хотел отправить на дачу жену с детьми. Не мог найти машину министр. Малентович. Министр, фамилия Малентович. То есть, все, они были парализованы. А Ельцин, помните, он на танк скачал на Манежной площади. У него листочек такой в руках. Кукаряку, несу-несу косу. Эти испугались и разбежались. Вместо того, чтобы Альфа ждала, приказы только. Арестовать, дать по балде, как Павлу Первому. И будь здоров. Но дело в том, что не было силы, которая бы заменила его. Не было никакой подготовки и готовности. Поэтому это бы ничего тогда не изменило. Пришли такие бабармоты, как и Ельцин. Или даже хуже. То есть, драма эта, она не драма личностей. А драма советского социалистического общества. И трагедия народа. И это тоже большой вопрос отдельный. У нас, к сожалению, такого времени на него нет. Но я думаю, в той или иной степени мы его еще затронем. Так, это мы общем. А воли, да? Так что воли не хватает. Нужна воля. Когда она проявится, трудно сказать. Вот тут недавно в Чили-то, да? Повысили цену, значит, на метро. И вдруг, значит, весь Сантьяго, вся столица в демонстрантах, значит, в драках, в огнях и так далее. Спичка. Спички, может быть, не хватает. Но, может быть, и чего-то другого. Я-то думаю, пока еще рабочий класс и народ наш в массе своей не готов. Если он пропускает такие мечи, как повышение пенсионного возраста, то на какие-то серьезные вещи он не готов. Но надо просвещать. До этого есть простые мировцы. Что и делать? Просвещать. Что и делать? Так, ну что, какие еще вопросы? Ну, пусть другие спрашивают. Так, какие вопросы? Так, можно волю выразить в понятии. Так мы и выразили в понятии. Воля – это способность навязать. Это власть. А! Власть, да, воля. А, я же выразил. Воля – это реализующееся понятие. Реализация понятия. То есть, понятие у вас есть, и вы скажете, у вас есть идея бросить курить. Вот я, скажем, бросал курить 27 раз. Вот у меня какая воля. Марк Твин бросал 17 раз. А я 27. Да, нет. Просто он остроумно пошутил, а я взял с него пример. Говорит, бросить курить очень легко. Я бросал 17 раз. А я вот 27. Но все-таки бросил. И я очень хорошо думаю. Да это 25 лет назад. Я уже бросил. Не курю вот 25 лет. И как-то стал лучше себя чувствовать. Думаю, что если бы я не бросил, я бы уже давно умер. Кстати, кто курит, поднимите руки. Один человек. Ну ладно, будем надеяться, что он скоро бросит. Вот в этом я, товарища Путина, поддерживаю его борьбу с курением, с алгоголизмом. А когда вы в КПЗ отказались, это проявление воли было? Это их. Их воля, да. Они меня скрутили и посадили. А я с ними боролся, сопротивлялся. Я проявлял волю к борьбе, к свободе, а не к тому, чтобы меня посадили в КПЗ. Но товарищи мобилизовались, пришли через полчаса к этому КПЗ, и начальство испугалось, и меня отпустило. Так, еще вопросы? Вот помогли товарищи. Я сижу в этом обезьяннике, прикидываю, что меня ждет, и надо сказать, что мысли такие грустные. Потом слышу такой надвигающийся шум на улице. Что-то шум, шум, шум. Все яснее, яснее, яснее. А потом толпа подошла и орет. Типа, свободу Казенову! Свободу Казенову! Эти зашумели, забегали, быстренько нашли там какую-то женщину, она мне подписала приговор, штраф, я уже не помню, рублей 400 или 200. Профессор сержантов за меня заплатил. А ты меня быстренько выпустили, чтобы тут им стекла не побили, или еще что-то не сделали. Да, был такой момент в моей жизни. Но это частная жизнь. А вопросы-то? Диктатура, ничем не ограниченная власть, но какая же она ничем не ограничена, если люди могут организоваться и что-то отстоять, или какие-то свои интересы они могут из-под пешка продвигать, они просто... Так это по отношению к ним не ограниченное. Они, наоборот, навязывают любые законы, силы. Но, а, кстати, это хороший вопрос, это недоразвили мы вопрос еще о воле. Почему? Потому что воля, она может быть добрая и злой. И вот, скажем, Кант, глубокомышленный там трактат у него такой религиозный, а в нем вон стоит вопрос о воле. Что вот воля, она по природе зла. Ну, прям такая злая. И человек, он по природе злой. Ну, вот все-таки, когда там верит в Бога, то немножко, значит, смягчается там и так далее, и так далее, и подобное. А Гегель, как бы в ответ полемизируясь с ним, значит, некоторые более глубокие умы считают, что воля от природы зла. Но все-таки еще более глубокий взгляд состоит в том, что она по природе добра, хотя и имеет, значит, некоторые отклонения от себя. Добрый человек, он волит, желает доброго добра. И исходить человек должен из доброго, из добра. Другое дело, что не всегда это получается. Поэтому и право, скажем, право, оно покоится на том, что оно пытается сформулировать и реализовать доброе по Гегелю. Другое дело, что, значит, вскоре утописты уже, особенно Марса и Гегельсом, понимают, что эта воля к добру, она тоже эгоистична. Воля-то к добру, чтобы рабочие работали по 14 часов. И с ними боролись, боролись. Вот только в начале 19 века до 12, потом до 10 часов дошли. В середине 19-го до 8-часового рабочего дня. Значит, у одних вроде добрая воля, чтобы работали больше, чтобы трудился, потом зарабатывал свой кусок хлеба, как сказано в Библии в Ветхом Завете. А другие, наоборот, надо меньше работать, больше развиваться. Тогда наша работа будет более эффективной, более умной, более продуктивной, более производительной. И, скажем, вот сейчас, на словах Путин, правительство борется за производительность труда. В документах повысить производительность труда до 20-го года в 4 раза. Ничего не получается. За счет чего? А? За счет чего? Да, за счет чего? В них не получается. Почему? Потому что они заставляют фактически работать по 12 часов, технику не меняют, институты развалили и хотят какой-то производительности труда. Наив. Произительность труда растет с более совершенным орудием труда, с более совершенными средствами производства. Тогда за ними растет человек. А они ни средства производства не развивают, ни человека не развивают, а хотят какое-то производительность труда. Поэтому и топчутся на одном месте. Зашивают дыры доходами с нефти, газа, там, других полезных минеральных ископаемых, которые спасибо дедушкам Ленину и Сталину там разработали. Сибирь-то городов настроили. И теперь, значит, оттуда ресурсы дармовые, природные используют. Они используют, значит, а с народом подачки, подачками делятся. Скажем, более честные в Норвегии или, скажем, какой-нибудь арм, там от нефти солидный кусок идет и народу. А наш-то народ и наш-то рабочий глаз обирают до нитки. Зарплаты в России, это в Питере и в Москве вроде зарплаты получат. А в России-то на 15 тысячах, на 20 сидит. И то еще не все. Пенсионеры 12-13 тысяч сидят. И эти привают там 600 рублей к пенсии, потом отнимут. Там оказывается переплата сверх минимального дохода. Такую зарплату вредить. Да-да. То есть позорище там считать эти 200-300 рублей какие-то людям, прибавки. Поэтому с волей проблема, что она, во-первых, должна быть. Во-вторых, она должна быть доброй волей. То есть исходить из развития человека, из гуманности, из человечности. И тогда вы и в жизни будете правы, справедливы, и жизнь у вас будет получаться. А если человек изначально зол, да еще в своем зле утверждается, там начинает воровать с молоду, или бандитничать, или еще чего-нибудь, он попадает в тенито, потом, говорят, Бог наказывает. Хотя Бог никого не наказывает. И как правильно говорит Коран, чуть ли не в каждой суре, начиная, Аллах милостивый, милосердный, милосердный Аллах, он не наказывает и не будет наказывать доброго человека. Если человек раскается даже в своих каких-то суровых грехах, да, но это религиозная точка зрения. А наша точка зрения стоит в том, что если человек посвящает себя доброму делу, социализму, коммунизму, чему-то хорошему, посвященному человечности и человечеству, то все помогает. Хотя и не сразу. То есть добрую волю отрицает физиологию. Почему отрицает физиологию? Ничего не отрицает. Физиология – это природные процессы. Как ты их можешь отрицать? Если голодные, как бы с доброй волей тяжеловато. Вы были голодными-то? Ну, нет. Ну, нет. И не голодал даже ни разу. Так, кто поголодал хотя бы один день? Поднимите руку. Раз, два. А, ну вот один день. Кто поголодал три года? Три дня? Раз, два, три, четыре. О, четыре человека – три дня. И чувствуешь себя, да, уже так это неуютно. Уже чувствуешь, как себя чувствуют голодные животные. И я представляю, что если не есть там пять, шесть, семь дней, то, в общем, человеческая из тебя начнет, наверное, слетать. Доброе волю отрицает. Вот. Но все равно человек остается человеком. И, как показывает практика, остаются же люди голодом. Все равно, значит, остаются людьми. То есть, отрицать физиологию надо, да? От физиологии надо управлять. Отрицать ее невозможно. Есть – надо есть. Другое дело, что не обстоит же дело так, что мы захотели есть, вот все бросаем, пошли. Нет, потому, чтобы к коммунизму быстро прийти, надо просто физиологию отринуть, и все. Не надо быстро приходить. Ребенка, чтобы родиться, надо девять месяцев. Не, ну, в лакарном Ленинграде все же разные были истории. Да, совершенно верно. Разные истории. Голодали очень сурово, жестоко, и доходило до каннибализма. Но это не значит, что о каннибализме нужно рассказывать и расписывать. Что-то вот в последнее время мода. Значит, писать о войне, вот всякую чернуху-парнуху. Тут вот воспоминания историка Никулина. Значит. Он из Кустовика. Искусствовед и историк. Значит, и вот написал мемуары. И только выходит статья Бушина об этом Никулине. Как раз говорит, вот скоро юбилей, и появится много всякой чернухи. И приводит этого Никулина как образец в среду. А в четверг или в пятницу статья, передача по нашему каналу об этом Никулине. Беловой, этой мерзавки, которая участвовала активная участница развала Советского Союза. И директор Эрмитажа гражданин Петровский. И вот этот Никулин, такой умник, такой молодец, такие мемуары у него честные. И вот нам показывают опять, значит, вот сколько могил, еще незахороненных людей. Господа, если в советское время не похоронили, у вас было 25 лет. Чего же вы не захоронили всех? Но здравые люди понимают, что, во-первых, тогда это было трудно и возможно, такие массы, значит, сделать. Во-вторых, восстановление шел трудный период. В-третьих, это не очень простая задача – разыскать. И это нынешними средствами стало проще. Но еще долго-долго мы будем искать, и спасибо товарищам, которые, значит, за свой страх и риск, за свои деньги часто занимаются этим делом и находят. Поблагодарите. А то этого Никулина, это вот начинаешь считать, и на тебя чернуха о Советском Союзе военного времени идет. Как будто кроме чернухи не было. А блокаде? Ну вот только там жуть, умирали, погибали, ба-ба-ба-ба. Как будто не было организации производства, большой работы по организации, значит, питания, по организации производства, по организации обороны. Героический труд не показывают, а показывают, значит, всякие вот такие недостатки. Аликс, и зерен, лобилы можно сохранить, по-моему, вот такие. Да, 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 поэтому злое и доброе, вот они рядом где-то. Но здравые, серьезные люди, особенно у людей, у которых есть какая-то сознательная идеология, хотя бы и христианская, у них все-таки воля, вот она формулируется от добра или формируется от добра. И привыкает, в конце концов, к доброму, к лучшему, к интересам людей, к общественным интересам, к общественному прогрессу. А не к индивидуальному, к эгоизму, значит, где бы украсть, как у олигархов, украсть и удрать за рубеж. Вот и вся идеология, и вот весь интерес, и вот вся сознательность, и воля. Ну, и, конечно, они толпами гибнут, бегут туда, там их на границе встречают, разувают, раздевают, потом выкидывают обратно в Россию. Вот как сейчас очередного прислали к Кузнецову. Наворовал он там миллиардов-то, я уже забыл, сколько? Десять миллиардов наворовать – это трудно вообразить себе. Ну, и чего ты наворовал? Жена тебя там же кинула с твоими миллиардами. Вот, а ты тут, голый голубчик, приехал, тебя теперь осудят, и лет 10-15 отсидишь. Ну, что, мы на этой пессимистической ночи не кончаем. Мы кончаем на такой ноте, что понимание воли, власти, идей, идей социализма поможет нам в решении всех наших проблем. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо. Не за что.